Добрый вечер, Евгений Рыжов, 20-летнего парня из Балагорска, у которого обнаружили редкое смертельное заболевание. Недавно на днях отправили в Федеральный научный центр трансплантологии. Парню дали шанс. Но на все это, на лечение, на поддержание жизни, Евгения, нужны огромные деньги. Их собирали как могли, в том числе с помощью нового благотворительного фонда «Надежда». Сегодня у нас в студии исполнительный директор этого фонда Наталья Колесова. Здравствуйте, Наталья Сергеевна. Здравствуйте. Спасибо, что пришли. Давайте вот конкретно, да, парни, Евгений уехал, да, и его отправили. Да, сегодня в Москву, в Домодедово. Там сразу их встретят сегодня же вечером они получаются. Какая необходимость была отправлять парня так далеко для того, чтобы вылечить его редкое заболевание? Ну, дело в том, что на сегодняшний день его отказывались лечить многие клиники. И вот только на днях, пришел 14 февраля, только пришел ответ от института Шумакова города Москвы, что его готовы там встретить, ему быстро открыли талоны, что медлить нельзя. Действительно, случай очень тяжелый и время терять нельзя. То есть там трансплантация предстоит, да? Там, значит, смотрите, нет. Сначала будет лечение, обследование. Состояние Жени сейчас стабилизируют, потому что действительно он сейчас в очень тяжелом. Мы можем говорить о каком, какое это заболевание конкретно или нет? Ему потребуется пересадка легкого сердца одновременно. На самом деле, то есть людей с всякими разными болячками, которые трудно поддаются лечению, или не здесь они могут эти заболевания преодолеть, да? На самом деле, очень много. И вот есть фонды, в том числе образовался ВАШ, которые будут собирать эти деньги. Скажите, пожалуйста, в том числе, в то же время у нас в области существует программа, людям предоставляют квоты на лечение где-то там в Москве, в каких-то научных центрах или даже за границей, если это лечение необходимо. Это лечение вроде бы бесплатно, но раз по квотам. То есть вы, получается, заменяете собой функцию государственную, да? На сегодняшний день, опять-таки, вот, допустим, по случаю Жени, да, будем говорить, на те лекарства, которые ему необходимы, препараты, да, список они льготных не входили. И вот сама Алена, она только-только вот недавно... Алена – это родственница, тетя этого парня. Да, сама Алена только вот недавно смогла добиться до того, чтобы все-таки эти лекарства были включены именно по льготе, как вы говорите. Вроде бы подписали, но на данный момент лекарства еще не выделяются именно бесплатно. Ну, понятно, время идет, оно работает не на пациента. То есть время идет, не на пациента. Конечно, нет. Ясно. Скажите, пожалуйста, вот ваш фонд вообще образовался очень недавно, да? Да. Буквально несколько дней назад, в феврале этого года. В феврале мы заявили о себе, да. Понятно. А вот вы будете собирать, как я прочитала, деньги на сложное лечение и дорогостоящие операции. Скажите, пожалуйста, на всех вы как будете собирать? Под конкретного пациента или просто в принципе собирать деньги и потом уже распределять? В принципе, в принципе. Вы знаете, как бы, да, у нас есть акции, конкретно направленные на человека, да, на конкретного ребенка или взрослого, у нас такого возрастного ограничения нет. Да, конечно, мы же не запрещаем, да, люди указывают, есть ли деньги, направленные на того-то, того-то, конкретно мы на этого ребенка, допустим, на этого человека, деньги эти и отправляем. Как вы будете проверять информацию? На самом ли деле это лечение необходимо, на самом ли деле нужны деньги? Вообще эти люди существуют? Конечно. Мы, во-первых, полностью берем у людей и паспортные данные, делаем копии, сами проверяем. Мы берем все выписки из больниц, клиник, где они проходили обследование. Полностью мы их проверяем. Мы также запрашиваем письма, которые, если, допустим, либо родитель, либо опекун делали запросы в поликлиники, в другие какие-то медицинские учреждения, то, конечно, мы связываемся с ними, да, мы уточняем, по какой причине был отказ, действительно ли был запрос в эту клинику. Понятно. То есть вы проверяете, да, у вас есть документация и вы с ней работаете. А сколько вас, вот мы это сколько человек, кто это, кто эти люди, вот вы кто еще? Вообще этот фонд учредили четыре человека. Все мы работаем, абсолютно простые граждане. И есть также у нас группа волонтеров, студенты. То есть это не ваше место работы, у вас другое место работы. Это просто ваше общественное дело. Так получается? Вы зарегистрированы как общественная организация, да? Да, все равно. Понятно. То есть все четыре человека, которые учредили этот фонд, вы все занимаетесь своими делами, и это только ваша добрая воля, да? А что вас вообще, так сказать, на это дело сподвигнуло? Ну, как говорится, у каждого своя история, которая привела именно к тому, что действительно медицина не всегда идет на контакт с человеком, который в этом нуждается. И многие не знают о своих правах. Мы хотим донести до людей информацию, проконсультировать в случае чего, куда можно обратиться, кому нужно пойти, в какую последовательность лучше это сделать, чтобы действительно он получил ту помощь, на которую он имеет право. Ну вот вы говорите о том, что вы можете проконсультировать, у вас там есть медики, юристы. Да, есть медики, есть юристы. То есть вы можете оказать профессиональную помощь, да? Да, конечно. Смотрите, если, допустим, пациент, ну, кто-то, да, к вам обращается, говорит, мне нужно сделать, вот, пройти обследование для лечения, например, в Германии. Да, наши медики говорят, да без проблем, у нас только через полгода, и дождитесь, вообще ничего страшного. Как в этом случае поступать? Либо бесплатно ждать, когда это будет состояться здесь? То есть нельзя, нельзя тратить время, действительно, когда есть, как сказать, да, процветает болезнь в человеке, то нельзя этого допустить, чтобы она дальше развивалась. Нужно не тратить время, а обращаться везде и всюду. То есть, смотрите, что для вас в этом случае будет определяющим? Слово медиков или медицинских чиновников, которые говорят о том, что мы сделаем все сами здесь, и не нужно тратить деньги и время. Ну, чуть попозже, может быть, да, или, может быть, ну, вот в нашей клинике. Или все-таки вы будете идти от пациента, который говорит, только там и только сейчас, мне нужно деньги. Мы будем идти от пациента. Вы не боитесь отрицательного результата? Да, ведь болезни, с которыми вы пытаетесь справиться, да, вот таким способом, очень серьезные, и иногда не помогает это все. А в том-то и дело, надежда умирает последняя. И мы надеемся, что все-таки все наши усилия не будут впустую. Смотрите, вы собираете на расчетный счет или предлагаете отправлять СМС-сообщение, да? Да. А вот СМС – очень удобный вариант, просто не надо связываться с банком, со счетами и так далее. Вот человек отправил СМС-ку и все. Но есть такой, и есть опыт, да, когда там все миром собирали там деньги, ну, это все люди уже знают. Но мобильный оператор забирает себе часть денег от этого СМС-сообщения в оплату своих услуг. Так получается, да? Да, мы это не представляем. И эта сумма довольно серьезная. Скажите, пожалуйста, у вас так же точно, да? На первых парах, да, у нас точно так же все происходит, да. Люди отправляют СМС-сообщение, и какую-то часть операторы забирают себе. Все зависит от процентов. У нас заявлено, что СМС-сообщение остается 100 рублей. Вот от таких 100 рублей к нам приходят 60 рублей. То есть 30%, грубо говоря, по дороге забирает мобильный оператор. 30% по дороге теряется у оператора, да. Что делать в этом случае? То есть мобильный оператор от своей прибыли не отказывается? Конечно. Он не благотворитель, он занимается коммерцией. Мы как раз-таки работаем тоже в этом направлении. Буквально, чтобы добиться того, чтобы все деньги, которые идут на благотворительность, шли в полном размере. Да, мы собираем необходимые документы, мы бьемся, мы добиваемся. Но думаю, что и эту задачу мы решим. Понятно. Ну, вообще, вот скажите, вот вы сейчас, вы, я так понимаю, что вас четверо, и вы все довольно молодые люди, да? Вы объединены общей идеей такой. У каждого своя история, которая привела вас к созданию вот этого благотворительного фонда по спору денег на лечение. Скажите, пожалуйста, вот вы что чувствуете? Люди с вами общаются, вы собрали уже 50 тысяч на лечение до этого парня. Вообще, готовы с вами делиться, не с вами делиться, а готовы ли делиться деньгами, помогать как-то иначе? Ну, конечно. Да, конечно, да. Причем сразу же, вот как только до людей доходит информация, что нужна людям помощь, откликается, очень много людей откликается. И есть такой случай, у нас предприниматель буквально на следующий день перечислил на наш расчетный счет 5 тысяч на Степана. Степан маленький ребенок, ему 3 годика, тоже нужны деньги на операцию, там уже есть вызов из Германии, то есть его уже тут в Германии. У нас этот случай тоже описан на сайте. И сразу же на второй день ему перечислил предприниматель деньги. То есть по 600 рублей перечисляют, по 300 рублей. Да, есть такой. То есть отзыв, отклик в душах вы находитесь. Конечно, да. Спасибо вам большое. Мы сегодня говорили о новом благотворительном фонде «Надежда», который начал работу у нас в Благовещенске, в Амурской области. У вас есть сайт, да, на который можно найти, как он называется? Надежда Благ.ру. Надежда Благ.ру. Вот и у нас исполнительный директор этого благотворительного фонда сегодня в программе «Простые вопросы» Наталья Колесова. Всего хорошего. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!